Продолжение следует... 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 Объединяйтесь вокруг справедливости. Объединяйтесь, чтобы нас в один прекрасный день просто не выгнали из этой страны. Потому что каждый из нас будет обязан. Каждый из нас имеет семью. Каждый из нас имеет работу. Каждый из нас будет творением этой земли. Сегодня, завтра, после завтра. Я не знаю, сколько дней это будет тянуться. Мы обязаны налаштовать эту борьбу. Потому что это борьба. Мы видим не одного дня. Конечно, у нас взбирали миллионы. И мы могли бы силою ответить. Такую силу, яку они застосовывали до нас. Тут нам пишут, что мне задали очень много провокационных вопросов. Правильно. А вам нужен срач. Я правильно разговариваю? Мы, наоборот, задавали конструктивные вопросы, на нашу думку. Для того, чтобы почути конструктивную ответ. А если вы хотите где-то побачить какой-то скандал или еще что-то. Ну, тогда, смотрите, там, где выступает Ляшко. Или кто у нас там еще такой есть. ЧЕЕ, или он тоже любит кричать. Переключайте на другие каналы. Тогда вы находите не на этом канале. И, может быть, вы, возможно, даже не наш глядач. Вибачайте за відвертість. Це був Анатолій. Мы не гонимось за сенсаціями. Поэтому не будем тут влаштовывать никаких провокаций, в принципе. ...автокефальні, російські були, всі, как католики, всі. Только объединял один Господь. Одна правда. Всіх. Сьогодні и нас повинно, за нашим прикладом святигоців, об'єднати також правда. Правда Господня. Конституція. Как не пустий звук, а действо, діючий закон. Поэтому мы понимаем, что особенно в Европе не будет. Но мы понимаем, что там действует закон. И они этого боятся сегодня. Поэтому, нехай переможи, нехай действует закон. И нехай правда Господня стоит над нами. Над нами наполняет честность каждого из нас. Смелостью, верою и незламенностью. Нехай переживает вас Господь. Слава Иисусу Христу. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Продолжение следует... 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 Вопрос соорганизации, в том числе и по поводу безопасности. Гражданский сектор, в принципе, один из наиболее таких сильных блоков, который по уровню своей самоорганизации, ну, слава богу, что есть вот гражданский сектор, еще несколько таких сильных бригад, которые реально организационно сильны. Как правило соорганизуетесь вот в таких ситуациях? Подтягиваете резервы, распределяетесь среди ребят по ночным блокпостам. Как вообще происходит процесс соорганизации вот именно в Громадском? В принципе, в, естественно, ночь на Майдане перебувает невелика группа наших людей, которые чергуют, которые готовы в разе потребы позвонить другим ширшему колу и забрать большую количество людей. Тобто, есть телефоны или другие возможности повышения через интернет, чтобы в разе потреби объезжается большая количество людей. Сегодня больше, чем, зазвичай, людей. Тобто, больше, чем черговых. Я думаю, что сейчас есть несколько десятков наших активистов на Евромайдане, власне, через эти тревожные новости, которые поступали. Мы не имеем какого-то своей, скажем, современной разведки, соответственно, покладываемся на ту разведку, на ту информацию, которую отримает самооборона Майдана. И я думаю, что та информация, которую сегодня отримали и от Анатолия Греценка, и от Андрея Поробія, и от Зоряна Шкиряка, все-таки из достоверных джерел, и, соответственно, эта тревога не является марной. Будем сподіваться, что она таки не будет реализована, эта информация, но тем не менее, нужно всегда быть готовыми до гиршего сценария. Кажут, Сиви, спасем парабеллом, хочешь мир и готуйся до войны. В данном случае, нужно просто быть готовыми до этих событий. Раз уж в студии говорим, что обстановка пока спокойная. Антимайдан, который организован сейчас, организован гораздо серьезнее, чем это было при первой итерации, когда они пытались сделать это в первый раз. Там уже появились говорящие головы, вполне предметные, адекватно разговаривающие люди. Как Вы оцениваете вообще поведение власти в последнее время? То есть, с одной стороны, они понимают, что ситуация не продавливается силой, как они пытались сделать это в начале. С другой стороны, идет и решение суда. Причем несколько подряд идут решения о том, что действия на Майдане нельзя признать легитимными. Как Вы оцениваете эти маневры? Ну, загал, знаете, до теперешнего момента влада не проявила какого-то особого креатива в противостоянии с Майданом. Фактично, всі їхні дії є лише симметрично повторенням того, что робить Майдан. Есть Майдан, они створюють антимайдан. Причем, что даже теперешний антимайдан, который, возможно, враховав какие-то помилки до нового речного антимайдана, он сегодня предречен на то, что он очень быстро разъедется, потому что мотивация этих людей абсолютно другая. У них нема мотивации, кроме того, что их просто зигнали, и что они стоять там за гроши. Это не сравнивать с тем потенциалом, который даёт мотивация, власне, добровольцев, волонтеров. Наступно, снова таки, начали ездить майданевцы по маятках можновладцев. Мы получили ответ, чтобы пикетировали какие-то квартиры свободы, еще какого-то депутата. Тобто, насправді, с креативом туго в владе. Едине, что влада мает, то, чего не мает Майдан, это репрессивный аппарат. Тобто, легитимизированный репрессивный аппарат. И, власне, этим репрессивным аппаратом она намагается сейчас користиться для того, чтобы придушить Майдан. Но, с другой стороны, боится она уже разгорнуть эти репрессии в полную силу, потому что, понимаете, что репрессии могут иметь подвольный результат. С одного боку, посеять страх среди протестантов, с другого боку, наоборот, мобилизовать их. Через все эти репрессии, которые сейчас сейчас происходят, они очень несистемные, спорадичные и поки что не дают для влады бажаного результату. То есть, происходит какое-то такое непокоение, раньше, окремих людей, например, то, что касается справ, связанных с Автомайданом, то, что касается автопробега до Межигирья, это желание, снова таки, залякать всех, но, как мы видим, оно абсолютно не действует. То есть, пока что ситуация, до певної міри, патла, потому что маем, с одного боку, Майдан, который тоже шукает каких-то новых форм борьбы для того, чтобы выйти по-за межи барикад и намагаться влиянию на ситуацию в целом стране, а не только на этом невеличком острове свободы. С другого боку, маем владу, которая готова, хотела бы, по-перше, знищить цей Майдан, но не может, потому что боится, потому что после подъек 11 грудня, однозначно было сказано, до каких плачевно для нее результаты может произвести спроба знести цей Майдан. И, фактически, влада тоже не имеет каких-то механизмов для того, чтобы восстановить свой контроль над страной. Как бы ни намагались, можно, владцы, они понимают, что ситуация в стране кардинально изменилась, и это уже далеко не та страна, которая была до 21 листопада 2013 года. И, даже если владеет с какими-то репрессиями, закривши на реакцию международной громады, посеять страх в частину общества, то все равно будет другая частина общества, которую, наоборот, эти репрессии радикализируют. И это означает, что в любом случае борьба будет довольно длительной. В этой связи вопрос касательно Харьковского форума. Действительно, представители 40 Майданов съехались на форум. Действительно, было очень серьезное представительство. Соннаблюдателей было тоже порядка 150 человек, порядка 300 человек собралось в Харькове. На удивление, достаточно конструктивно проходили встречи, не перешло в Гетманщину, в перетягивании одеяла туда-сюда, пришли к горизонтальной схеме и координации усилий между чьим. В общем, были рады, во всяком случае, все те, кто уже работал в горизонтальных системах и понимают, чем они отличаются от вертикалей. Как вы вообще оцениваете перспективу, собственно, развития движения Майданов? Объединение, координации, насколько это может быть перспективно, насколько быстро можно будет соорганизоваться, насколько можно будет активнее воздействовать на власть. Ваша оценка? Власне, форум Майданов в Харькове меня тоже надихает, потому что я помню Харьков несколько лет назад, это место, в котором что-то украинское, что-то демократическое и либеральное было просто замкнено в очень маленьком гетто. Сейчас, в меже этого гетто, очень серьезно расширилось, и это уже певный дух Харькова. То есть, Харьков начинает меняться. И мы видим, и, в частности, очень нервную реакцию влады, месевую Харьковскую, буквально историческую реакцию на этот форум Евромайданов, который показывает, что, власне, такую технологию нужно использовать и надалее. Нужно выходить поза межи Киевского Майдана, оставив его как форпост, но делать певные рейды, вылазки, скажем, ворожителей, и делать, похоже, Евромайданы не в Львове, Тернополе, а еще в каких-то регионах, которые есть проукраинские, про демократические, а, власне, в такие места, где еще тривая борьба, такие как Харьков, Днепропетровск, Луганск, где тоже начинается активно такой громадский рух. И, по сути, этот островец свободы, который мы имеем сейчас в Киеве, на Майдане независимости, поступово передает в певный архипелаг свободы, то есть системы островов, которые, возможно, объединятся в единственный континент свободы, где несвобода будет обмажена только межи Гирьям и банковым, и потом и это сникнет. И, соответственно, я очень позитивно, еще раз хочу сказать, оцениваю то, что произошло в Харькове. Я уверен, что, власне, такой формат действий, который был предложен в Харькове, то есть горизонтальная мережевая структура, он имеет великий майбутнє, имеет великий потенциал для подальшого развития. Врешті таким есть и Майдан в Киеве. Очевидно, что иерархичными структурами есть структури теперешних политических партий, и они такими мусять быть, потому что они такими створились. А на том, что сам Майдан, то, что делается на ментовом местечке, это співдія разных людей на горизонтальном уровне. Тут нема каких-то высоких начальников, тут нема подпорядкованных, тут нема какого-то иерархичного дробина. И, соответственно, это работает. Самое это привело до самоорганизации Майдана, до солидарности. И, соответственно, я уверен, что такие мережевые горизонтальные структури, которые, до речи, стоят певным трендом развития и суспольного политического, и даже маркетингового, то есть в бизнесе мережевые структури начинают димунувать, он будет тем методом, который будет менять поступово Украину. И это тот метод, с мережами очень тяжело бороться. Весь этот репрессивный аппарат, который имеет в своем распоряжении влада, значительно мировой провисает. Потому что, если бы влада боролась с иерархичными структурами, то достаточно обозголовить иерархичную структуру, и она паралізуется. Но в мереже, даже репрессии, усынение тех или других людей, которые в данный момент являются ключевыми в тих или других направлениях работы, ничего не меняют, потому что являются абсолютно другие люди, которые заменяют их, происходит ротация, или являются другие направления работы, про которые даже не думала влада. В этом мереже в таком отношении, по суті, незначенном. И с ней очень тяжело бороться с владой. И, соответственно, это то, что сейчас очень негально, очень нужно для Украины. Еще тогда, в привязке к этому теме, которая обсуждается, о вариантах развития демократии и демократического процесса. Очень многие вокруг говорят о том, что избирательная демократия в современных условиях во многом как система изжила себя. Слишком много технологических схем использования в своих целях. Слишком много манипулятивки вокруг, основанная на финансировании каких-то процессах и использовании одними структурами других. Все чаще говорят о прямой демократии, возвращении к прямой демократии через различные современные методики. Электронная демократия, демократия участия, ликвид-демократия, о которой мы совсем недавно говорили в привязке к немецким пиратам, благодаря которым как бы система стала действенной. Как вы оцениваете, насколько перспективно все-таки Украина сегодня перескакивает по сути из возврата к феодализму в постинформационное пространство? Насколько возможно вообще эта смычка? У нас какое-то совершенно чумовое и абсолютно нелинейное развитие. Возможно ли оно или нам не избежать стадии прохождения и говорит нам пока в электронной демократии или демократии, прямой опираясь на технологическую базу Урана? В принципе, возможны такие стрибки через певные, нібито необходимые этапы развития. До приклада, Индия, напевно, может быть хорошим прикладом. Индия не перескочила индустриальную эпоху сразу в информационную эпоху, то, фактически сразу в постиндустриальную эпоху. То есть, не обязательно этот линейный развитие. Но, с другой стороны, мы можем думать про развитие каких-то таких технологий. Я думаю, что с ними важно экспериментовать на таком громадном уровне, как на Майдане, для того, чтобы опробовать и опробовать такие вещи. С другой стороны, я имею в виду застережение, что до некоторых громадских инициатив, которые предлагают, по суту, творение паралельной влады, творение паралельных структур в стране. Я не верю в творение паралельных структур. Я боюсь, что это творение паралельных структур в России приведет до певного гетто. То есть, когда мы себе себе заховаем от этой влады, не будем ее помечать и будем створивать свою милицию, оператор своих президентов и так далее, тем временем паралельно будет существовать президент с надзвичайными повноважениями, с своим полиционным аппаратом и так далее. И он будет реальностью. И реальностью, которая будет легитимизирована и может оставить любой паралельный свет. То есть, я скептично ставлюсь от таких паралельных вещей. Я думаю, что государство нужно менять через государственный аппарат. То есть, этот государственный аппарат нужно захопливать через политические процессы, через выборы, через то, что своих людей просунули до влады, и уже захопивши этот государственный аппарат, пытаться его реформировать. Я несколько лет работал на государственной службе. И, соответственно, как когда-то государственный службовец, а вместе с тем и общественным активистом, могу сравнивать потенциал общественной активности и потенциал общественной службы. Один и другий мает свои позитивы и минусы. Очевидно, что общественным активом мает величезный позитив, это мотивация людей, которые нацеленные на результаты, которые жертвованы. Но вместе с тем, государственная служба даёт, конечно, на большой организационный потенциал финансовый ресурс, структурный ресурс, который в разы просто превышает будь-якую громадскую инициативу. И если мы говорим про какие-то серьезные глобальные реформы, изменения в стране, то они, возможно, только с этим государственным ресурсом. Через все эти громадские активности, все другие политические активности, которые хотят менять в страну, они должны быть нацелены на то, чтобы перебирать этот государственный аппарат и уже потом с позиции власти попытаться его реструктуровать, попытаться проводить какие-то реформы. Это рецепт, самый популярный пример из последних лет, например, Саакашвили, который тоже в результате и выборов, и демократической революции прийшел до влады, отримал цей аппарат, который он отримал от попереднього влады, и, власне, користуюсь владными повноважениями, начали реформировать этот аппарат, частично уничтожить этот аппарат. Например, аппарат, он очень серьезно работал с правоохранными органами, который частично уничтожил частину их функций, и провел серьезную реформу. И именно из такой позиции, как государственная, который получил эти повноважения, можно было проводить эти реформы. Но, очевидно, что тут будут проблемы, потому что політики, получивши в руки в результате революционных событий, или выборов, повноважения, например, такие, как Майя Янукович, раптом могут не захотеть поделиться этим повноважением. То есть история, сбить дракона или стать драконом. Вдруг, тут, конечно, важливой будет мотивация этих людей, которые борются, или они это делают для того, чтобы изменить государство, или просто прийти до влады. И важливым будет контроль, напевно, с боку громадского, с боку суспільства, который не допустит того, чтобы эти новые политики стали тем самым драконом. Через все, уже сейчас, когда существует этот режим, который, возможно, будет существовать в определенный час, который нужно будет расширить, который нужно бороться, сегодня уже сейчас нужно выставлять требования для новой политической влады, уже говорить про то, что нас не задовольняет, а просто оближеная, мы обязаны менять систему. И что такое система? Система – это, когда мы говорим про измену системы, мы говорим про измену в трех площинах. Відносины между владой и громадянином, в середине самои влади, между разными гилками и структурами цієї влади, и между громадянами. В основном, мне кажется, что важно говорить о таком порядке, потому что спочатку должны поменяться отношения между владой и громадянами, для того, чтобы громадяни мали влияние на владу, для того, чтобы она началась меняться, потому что сама по себе она меняться никогда не будет. Відповедно, после этого уже можно проводить какую-то реструктурутизацию влади, или конституционную реформу, или какие-то другие вещи. И уже после этого можно идти на глубже и фундаментальный уровень, это относительно и самими громадянами. Имея в виду изменение самой системы верхней ее позиции, вы сейчас прежде всего и ограничение власти исполнительной, надзаконодательной и судебной, вы имеете в виду, насколько я понимаю, прежде всего возвращение от президентской республики к принципу республики парламентской или президентско-парламентской с определенной системой сдержек и противовесов, и невозможностью, скажем, узурпации власти по принципу единоначалия и как бы единого управления. Сколько вам считается видеться, возможно добиться вот именно этой цели сейчас, хотя бы как одной из основополагающих целей, к чему должен прийти Майдан, действительно возврата Конституции 2004 года, возможно, с определенными доработками, возможно, с перспективой конституционной реформы, ближайший год или, возможно, конституционного договора, есть разные варианты, рассматриваются различные сценарии. Насколько вам считается это реалистично? Ну, по-перше, треба розуміти, что Конституция 2004 года теж не идеальна, вона теж была результатом певних навіть політичных маніпуляций, не просто компромиссов, а маніпуляций, автором яких був сумнозвісний Медведчук, и, соответственно, мы должны говорить не просто про повернение до Конституции 2004 года, это может быть лишь прохидным этапом. Тобто, говорите так, чому? Потому что треба усунути несправедливость, когда влада в стране фактически была узурпована, когда эту Конституцию была поправлена в абсолютно незаконный способ. В первом кроке має бути справедливо повернение до цієї Конституции. А далі ми повинні говорити про системное перетворение цієї Конституции. Тобто, далеко, навіть ця Конституция далеко не идеальна. Відповідно, повинна бути якась серьезная дискусія, в першу чергу фахівців, які мали би запропонувати якусь нову модель. В будь-якому випадку, ця модель, справді, має місяць дуже серйозну систему стримування проти ваги. І ця модель має гарантувати, що в Україні не повториться казус Януковича, який отримав можливість, по суті, зосередити в своїх руках три гілки влади, виконавчу, законодавчу і судбу. Такого ніколи не повинно повернутися. І це те, за що ми повинні боротися. Наскільки це є реально зараз, очевидно, це буде залежати від подальших форматів боротьби. Тобто, очевидно, що пунктом першим є почати вибивати з цієї влади тих її представників, які є найбільш одіозними. Захарченка, інших людей, які винні в кривавих просто злочинах. Потім, очевидно, щоб розкитати таким чином, щоб відбулася зміна Кабінету міністрів, перевибори, парламентські перевибори, президентські перевибори. І тоді, але разом з ними, і пам'ятати завжди про цю іншу ціль, про зміну системи, зокрема, і зміну Конституції. Очевидно, що ми не можемо говорити про це вже і зараз, але ми не маємо права забувати про цю дальню ціль. Через це, щоб ми, знаєте, зараз перебуваючи в тій ситуації тут і тепер, не зарилися НАТО в цю ситуацію тут і тепер, а все-таки мали можливість піднімати голову і бачити далі перспективи. Щоб ми не повторили помилок 2004 року, коли ми вважали головним своїм завданням не допустити президентом Януковича, а далі, а далі придуть розумні політики, які знають, що робити. На жаль, як показали події після 2004 року, розумні політики дуже не завжди є розумними. І дуже швидко, прийшовши до влади, втрачають будь-який контроль і перетворюються в того самого дракона. Десь просто телезрители спрашивают по поводу разницы между ВОМ-Майдан і ГРМ. Я просто напомню ребятам, що, в принципі, громадський сектор був одним із тих, хто создавав ГРМ, на определенному етапі вони з громадської ради Майдана вийшли. При цьому ми остаємся однозначно на одному гражданському полі, і однозначно будем взаємодействувати, в тому, що є определені направленности дійствів і вектори, кожен із яких йде в якусь свою сторону, але вистачує один, це громадська позиція существуючих, реально действуючих структур на Майдане, і вони завжди будуть знаходиться рядом і завжди будуть працювати в унисон. Я може додам, знаєте, є до певної міри якийсь, може навіть нездоровий, культ єдності. Боже нам єдність подає, це звучить в одному з таких духовних гімнів українців, це звичайно добре, але з другого боку, ми не повинні єдністю заступати все, ми повинні розуміти, що часом наявність кількох ініціатив, які навіть між собою конкурують, може бути позитивною. І якщо говорити про громадську раду Майдану в попередньому форматі, коли ми входили до неї, чому ми її підтримали, тому що ми бачили, як певно, координаційний майданчик, де різні ініціативи приходять і між собою узгоджують дії і таким чином доходять до якоїсь єдиного плану. Через що ми вважали за непотрібне продовжуватися працю з громадського раду Майдану? Через те, що почали вже говорити про якусь суб'єктність самої громадського раду Майдану, про те, організаційна структура самої громадського раду, тобто створилася якась додаткова надорганізація, що ми вважаємо є абсолютно непотрібним і тільки заважає. Насправді, власне, те, про що ми з вами говорили раніше, мережала структура передбачає, що є різні організації, передбачає, що немає якоїсь монополії. І навіть те, що часом діяльність цих організацій накладається одна на другу, навіть те, що вони між собою конкурують, це додає розвитку цій структурі. І в цьому немає жодної трагедії, в цьому, навіть, є потенціал, і це треба використовувати. Через це, я з самих початків, коли з'явився тільки Майдан, дуже скептично ставився до тих людей, які намагалися монополізувати чи то взагалі Майдан, чи потім громадську частину цього Майдану. Ніколи не існувало якоїсь єдиного виразника, монополіста Майдану, чи громадської частини Майдану. Ну, я думаю, що це було правильно і це треба розуміти як силу, а не як якийсь недолік. Более того, хочу підтримувати, якби Володю, в цій свізі, крім чисто гражданських структур, существують політичні структуры на Майдані. Демальянс дуже здорово працює на Майдані. Ми, опять-таки, в дуже багато акціях солідарізуємося, скажімо там. Для ГМ була принципіальна позиція не вхождення політичних структур в гражданський, це було, ну, одно із таких определяюючих вещей, именно для того, щоб був водораздел между гражданським блоком і політичним, який струється по некоторым другим механізмам. Але при цьому це не отрицає можливості взаємодісту, причем дуже успішного, якби толкового і обов'юдної підтримки в цьому процесі. Що касається ВОМа, то одна із вещей, по якому ГМ с ними не пересекається, це именно зв'язка з політиками. Тобто в той ситуації, коли політичні партии в одному блокі з гражданськими, к сожалению, контроль гражданськими за деятелістю політиків практично неосуществимо, і в цій свіці теряється сама сущність существування гражданського контроля. Поэтому вони существують параллельно, але ради Бога, що в будь-якому в цьому влічі создалась структура, більше того, з ініціативи політиків, вони наконец услышали і поняли, що существує гражданске обществу, з цим обществом треба чого-то робити і як-то з ним взаємодістувати. Взаимодістують, патаються по своєй механіки і природі, як вони к цьому привыкли, але в всякому влічі вони вже понимають його сущність і, ну, хоч какую-то там суб'єктність як таковую. Вот. Ещё вопрос к Володі по поводу, вот смотри, Восток-Запад, да? Собственно, будучи в Харкові, ну, действительно, серьёзно видна разниця между позиціонностю там і здесь, причём это не связано с языком. Это связано скорее с, скорее, ментальним подходом, да? Если западна части України більше ориентирована на собственне производство, например, на малый і середний бизнес, як ориентировку в развитие на хозяйство, на собственне хуторське хозяйство, фермерське хозяйство і так далі, да? То Восток, он індустриален, он заточен под больші конгломерации заводські, однозначно, преодолеть это. Либо говорить, как бы по-другому, апеллировать другим вещам, либо наоборот находить нечто общее и тогда, что это общее. Целком с вами сгоден, что проблема между Сходом и Заходом не полягает там в мове, не полягает в истории, культуре, а в ментальности людей, які значительною мірою подолали цей рівень гомосоветикус и тих, где он еще очень доминует. В значительной частины Схидной и Повденной Украины цей ментальный тип гомосоветикус исходит. Его, по сути, никогда не долали. Его страшными методами утверждали, методами, которые забрали життя миллионов людей. Это уже, как историк сказать, ця частина Украины постраждала значительно больше, чем та же Захидная Украина. За рахунок того, в Захидной Украине цей тип гомосоветикус не так прижився, хоть он тоже, очевидно, мав певные корни, но сейчас его доливается значительно легче. Правда, до речи, эта индустриализация 20-30-х минулого 20-го столетия доси є одним из ступов, на котором тримается гомосоветикус. Я наведу такой пример. Кілька месяцев тому я был в Днепродержинске, где я презентацию своей книжки и десь поздно ввечері мы вертались до готелю и я побачил величезную группу людей, десь сотню таких таких очень больших чоловеков, которые кудись шли. У меня первое впечатление было, что это какая-то банда, что-то связанное с криминалом. Я спросил, кто это, что это, что я получил ответ, что это ничная изменина идет на столоварный завод. Для меня уже давно такие понятия, сотню людей серед ночи идут на заводы, стало историей, а не реальностью. А там это реальность. И там великие индустриальные заводы являются заповедниками этого совка. Потому что сама структура производства предусматривает очень чуткую иерархию. Перетворить человека в гвинтик. Ты натискаешь одну кнопку или что-то это конвейер Генрі Форда, что делал сталинский тоталитаризм. Это очень близкие речи между собой. И они хронологично в том самом времени были созданы. Ци принципы керевництва. Плюс, если в таких местах, как Дніпродержинск, фактически никакого иншого производства нет. Людина перетворится в заручника. Для того, чтобы выжить, она мусить вмонтовываться гвинтиком в эту систему. И через это этих людей треба тоже понимать, что мова не идет только неправильную психологию, а мова идет про социальные условия, в которых они живут. Очевидно, что нормальная государство должна подумать о том, как выходить из этой ситуации, как дать эту ментальность, в частности, через какую-то реструктуруизацию промышлого. Потому что даже если говорить про эти величезные предприемства, объективно они працюють на Украину, как они працюють на конкретных олігархах. И, соответственно, говорить про то, что это те, что на базе этого годуется вся Украина, это просто не витрирует жодної критики. Через это, если мы говорим про подоление цего советского менталитета, мы должны враховывать и то, что людям нужно давать возможность проявлять эту инициативу. И такую они не проявляют в этих конкретных заводах. Назвичайно важным элементом такого переховывания десоветизации может быть то, что люди должны видеть Европу, мать видеть других свят. Страшные цифры мы видели нещодавно в социальных опитываниях. Понад 78% украинцев никогда не лишали межи в властной области. Мы говорим про 21 столетие, 2013 речь, 2014 и ревен социальной мобильности как в Соединенных Штатах Америки в конце 19 столетия. Это жахливые цифры. Эти люди которые не видели как можно жить по-инокшему будут верить в том, что Европа это только геи, Европа это какие-то страшные бездуховные вещи, потому что они никогда Европу не видели, а теперь благодаря телебачению и различным каналам они узнают правду про эту Европу, гей-Европу и загрозы того, что она с собой несе. Відповедно, снова таки, но это все можно решить с государственной позиции. Когда мы имеемо владу, то мова идет про реструктура производство, мова идет про вихование, мова идет про специальные программы, чтобы как минимум студенты из Харкова могли в месяц, два, три, один семестер учиться хотя бы в Львове. И львовские студенты навпаки в Харкове. До речи, такую программу запускал своего часу министр Иван Вакарчук. Вона десь функционировала протягом року. Назвичайно цікавая программа. Очевидно, що треба була бы специальную программу, яка полягала в том, чтобы их отправлять в Европу. Таким чином перевиховывать. Зараз на громадском уровне, что мы должны делать? Это працювать с этими людьми, встречаться. Есть громадские программы, которые позволяют этих же людей открывать Европу, показывать, что есть в Европе, и вважно сочетать этих людей до такой громадской активности. В этой связи тогда уже более тактическая вещь, о которой говорил Кличко, страйк, общий украинский страйк, которому возможно подключить профсоюзы независимые профсоюзы, которые новые, достаточно активные, возможно, опять-таки, с оценочными осуждениями здесь сложно, насколько это реально, но понятно, что в дискурсе восточном понятие страйка, оно куда более применимо, значимо и существенно, чем на Западе. Как вы оцениваете этот шаг? Мне, например, интересно очень. Меня трошки заскочила ця идея, потому что страйк это элемент тиска на государство индустриальной эпохи. Когда есть большинные предприятия, мы выводим людей из этих предприятий, и индустрия остановится, и влада должна идти на попиту от этих своих кроков. В теперешней ситуации, такой уже пост-индустриальной эпохи, страйкувать пометно для общества могут хиба комунальники и представители транспортных служб. Это все, что мы бачим. Державные службы не могут ни в мире согласно законодательства страйкувать. Это могут быть только транспортные авиа, автобусы и так далее. И комунальники. Когда они не вывезут сметки, это, очевидно, всем будет пометно. Это так, как выглядят страйки, например, в Европе. Как бы они могли выглядеть в Украине? В Украине еще есть певный индустриальный потенциал, но он находится в этих грехах, которые не контролируют опозицией. Через это, мне кажется, сейчас оглашать про страйки, что они не знаю, как называлась новая дата, 24 сечня, трохи безответственно. Я не уявляю, чтобы 24 сечня произошел страйк. Максимум, на что мы можем разговаривать, студентский страйк, который, очевидно, может мать певный вплив, но вплив достаточно обмежен в суспільстве. Студенти выйдут, покажут массу, но это очень излякает суспільство. Мне кажется, нужно думать о более действенном борьбе. А если говорить про страйк, то страйк, вважаючи на то, что мы говорили на Сходе, должен быть результатом тривалої борьбы на Сходе, когда люди будут готовы к этому страйку. Что касается других методов борьбы, мне очень неприятно вразили публикации, которые появились в интернете, что в Украине не работали методы Джина Шарпа. Это мне напоминает то, как говорил Леонид Кучма, национальная идея в Украине не работала. У меня сразу возникает вопрос, кто-то пробовал? И про Джина Шарпа так же. На самом деле, в полной мере, никогда не использовали методологию, которую предлагают Джин Шарп. Даже простые и очень действительные методы, так как блокирование урядовых структур, при том, что они оглашались из сцены, в полной мере, они никогда не происходили. Я был активным участником поедии 2004-го. Я прекрасно помню, как это произошло в 2004-м роце. Я был тем, который керировал акциями біля Генеральной прокуратуры. Так вот, она была полностью взята в оточнение людьми, кого не впускали туда. Зараз, в 2013-м році, блокирование Кабмину произошло таким образом, что часть подъездов была перекрита, а в иную кто заходил, выходил. Блокирование администрации президента таким самым образом произошло. На жаль, даже от представителей опозиции, Арсенея Яценюка, мы слышали, что у нас такое особенное блокирование, когда мы не допускаем автомобили, но пищи хай, заходят. Но это не серьезно. Это какие-то такие методы, которые очевидно не дали результатов. Через все, если говорить о продолжении борьбы, мы должны выполнять речи по-серьезному. Мы можем с невагой ставиться до цієї влады, но они до цих ситуаций ставятся серьезно. Это представители очень часто криминального света, которые понимают один чуткий бандитский закон «витягнув ніж бий». Если не будет бить, ножа не можно витягать. Відповедно, что часто происходило в Евромайдане, это было просто помахивание ножем, вместо того, чтобы нанести этот удар. Мова не идет о какие-то насильнические действия, но идет о повном использовании этих засобов, которые уже названы. Чего, на жаль, не стало. есть какое-то видение того, насколько силы, которые... Понятно, что процесс организации идет. Понятно, что люди учатся группироваться, учатся работать между собой. Понятно, что, скажем, у политических групп и блоков, ну, исторически уже так сложилось, там вложены деньги, там задействованы технологии, там они заточены под то, чтобы действовать вместе, там, в определенном режиме и дальше уже вопрос того, там, куда и как они идут. Вопрос в другом, насколько уже гражданские или соорганизованные... Мальчишки, прикройте, холодно. Извините, ребята, у нас палатка дует. Вот. Насколько они в состоянии сегодня соорганизоваться, ну, например, скажем, блокировать ту же прокуратуру, ну, как бы, пусть оппозиции играют в свои игры, ради бога. Собрался демальянс, гражданский сектор, подключились офицеры, подключилась первая сотня, объединились с ребятами, подключили медиа, понятно, что как бы, мы всегда будем рядом, да. И действительно провели акции таким образом, как они должны произойти, или еще уровень координации внутри не настолько сильен? Ревень координации зроста и я думаю, что он уже достатнен, но, возможно, проблема в том, что, допоки срится ревень координации, до певної меры уже упали мобилизационные возможности, потому что мы сейчас, на жаль, не имеем сотни тысяч людей на Майдане, которых можно было бы привезти за собой в определенное место, это первое. Второе, мы должны понимать, что, так или иначе, мы не объедем себя без политических партий, без политиков, потому что мова має идти про одночасное блокирование этих установ, для того, чтобы оно дало какие-то результаты. Мы все должны находиться спильную мову и понимать, что мы должны współпрацювать вместе. Насколько сегодня, как вам кажется, оппозиция, вообще политические силы, которые возникают во мне на параллели, готовы видеть, признавать, говорить с гражданским обществом все-таки плюс-минус на равных? Или они до сих пор не в состоянии оценить степень соорганизации потенциала, перспектив развития, и того, какая реальная сила за этим стоит в той ситуации, когда необходимо привлечь мобилизационную мощь. Я думаю, что ситуация уже очень серьезно изменилась от начала этих процессов на пользу понимания и взаиморозумения. То есть, уже намного больше, чем это было до конца листа полиции понимают субъектность общественности готовы реаковать. И, в основном, сам факт создания этого всеукраинского объединения Майдана это публичное визнание важливости цего враховат громадский в этих процессах. З іншого боку, мы должны понимать, что и громадский визнание 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 заявок, за которыми ничего не стояло. создание каких-то групп, которые не складывались из никаких людей, надзвичайно амбитные планы, которые возникали как мильные бульбашки. Я думаю, что этот взаимный процесс притирания, взаимного навчания и для политиков, и для громадской. И, слава Богу, что он тривит. Спасибо большое, Володя. Надеюсь, сегодняшняя ночь пройдет. Все-таки спокойно, не смотря на все предупреждения, они окажутся предупреждениями. Не будем считать, что это в очередной раз крик волки-волки. Сколько бы не было этих криков, мы понимаем, что ситуация может меняться каждый день. Говорить сегодня о какой-то жесткой логике со стороны власти проблематично. Поэтому ожидать приходится всякого. Хорошей вам ночи и спокойного утра. Счастливо. Я сейчас попросил к ищу. Я сегодня подъехал к наисканинам. Вы нам напишите, что есть правила для руководства, законы. Вы увидели, что нет, правила не мало. Если вы не хотите, чтобы они смеялись, не скажите, что вы не вы понимаете, что понимаете, вы понимаете, вы понимаете, вы вы понимаете, что вы понимаете, что вы понимаете, что мы не сделаем с украину с украины. это музейная редакция нашего национального хима. И мы весь час мрели сделать такие слова життя стверджучи. И вот самая ситуация украина, видите, что я на листочке пришла к вам, дала возможность реализовать нашу любовь, написать именно такие слова. И я впервые зачитаю то, что Украина расцветает, слава ей воля, всех нас братья в Украине объединяла доля. доля продала неправду. Бог нам допоможе. Наше празднование до счастья завжди переможе. Дух нескорений владеемо гідность и свободу, честь и благо и соборность козацького роду. Позвеличим окраину и уменьшим державу. Ряд великий сбережемо и примножим плаву. Плавань, поля, всех нас братья в Украине обитнала доля. Долаем неправду Бог нам допоможе. Наше право приятно на счастье празднование до трех верем празднование 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 круто празднование празднование морозе Субтитры делал DimaTorzok Привитайте их! Субтитры делал DimaTorzok Привитайте их! Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мамочка, знак народжения! Мамочка, я на Майдане, тут все добре! Мама, дивимся на нас даже маляющих. И что же у нас спято? Новорічний тривай, у нас найкращий світ ялинка, найкращий світ ялинка, знаете? Новорічний. Мамочка. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Играет музыка. 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 Играет музыка.